Ребят, всем привет! Здесь у меня флаг Израиля, а там в банке у меня живет грипп. А я занялся спортом. Слава богу, у нас отменили зелёный стандарт, снова открыли спортзалы и можно снова ходить заниматься. Я не хочу подкачаться, накачаться. Не знаю, когда смотрят на парня, да, там диетолог или кто-то, кто-то советует идти в спортзал, сразу думают о том, что парень по-любому хочет подкачаться. Не хочу я, блин, качаться. Я хочу просто, блин, похудеть. Я сейчас вешу стол, уже 29 килограмм. У меня так прыгает вес, когда занимаюсь сейчас спортом. Организм такой цепляет, не отпускает. Такой, нет, мы не будем худеть. Я такой, давай худеть, 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 худеть. Велосипед там, лыжи там, всё делаем. Организм такой, нет, я не хочу. То есть это просто целая борьба внутри себя самого со всем разумением, душою и со всем, что у тебя есть. И чтобы проще было похудеть, нужно есть салаты. Для меня всегда это была большая проблема. Я сибиряк, я родился в Сибири. У меня предки, блин, охотились на мамонта. И овощи у меня никогда в жизни не лазили. Я не могу есть овощи. Для меня это всегда была большая проблема. Но сейчас я овощи очень полюбил. И в этом мне помогла именно помазюка тхина. Ребят, сейчас будущее. 2022 год от рождения Иисуса Христа. 2022 год, ребята, почему мне говорят, что у вас не продают тхину? А когда её начнут продавать? Поспрашивайте. Ну, должна она у вас быть? В меня салаты не лазают. Я обожаю сейчас салат. Я подсел. То есть этот салат прошёл проверку временем. Ничего особенного. Секрет в том, почему этот салат я могу есть. Что в него входит? Ничего особенного. Это есть в каждом магазине, на каждом рынке. Я думаю, в каждом холодильнике у вас есть. Это капуста, помидоры, огурец, лук. Обычный зелёный лук. Болгарский перчик, чеснок. Самые обычные ингредиенты. И мне их есть всегда было трудно. Ну, не лезут в меня овощи и всё. Вот никак. Вот невозможно. Но я нашёл одну штуку. Причём диетолог мне сказала, что это тоже полезно для похудания. Что именно? Это тхина. По-русски говорят тахини. На иврите говорят тхина. Это помазюка, помазка. Сделанная из кунжута. Там есть в ней какие-то жиры, но они как раз-таки полезны для похудания. Сама диетолог сказала мне, что это можно кушать. Я это ем. И правда, вес пока пошёл на спад. Вот так выглядит тхина. Она есть в разных упаковках. Главное, что она такая вот белая. Она выглядит как майонез, я не знаю. То есть, в ней плавает укроп, какой-нибудь там, может быть, зелень. В тхину можно добавлять всё, что угодно. Её можно есть со всем, что хочешь. С овощами, макаронами, с картошкой. Я не знаю, со всем вообще. То есть, и когда я ем салат, я накладываю себе салат в тарелочку. Я вот просто вот такой вот салат есть могу, но вот что-то вот не то. Вот сложно. Ну, когда я добавляю тхину, хочется ещё, ещё и ещё. То есть, это не наркоманская штука какая-то. От неё ништырит. От неё нет зависимости. Просто с ней салат, да и вообще любое блюдо получается вкуснее. Это кунжут. Это обычные семена кунжута, которые есть, как бы, ну, добавляют везде. И поспрашивайте, может быть, у вас есть какой-то еврейский квартал. Может быть, у вас есть магазин, где продают кошерную еду. Или просто вот в супермаркетах. Спросите, у вас есть помазка тахини. Тхина. Она вот такая вот белая, но она продаётся в разных упаковках. Я её просто обожаю. Я её покупаю в разных видах. У меня есть вот такая вот банка. У меня есть вот такая вот банка. Вот тхина беленькая. Она подходит вот к шварме, да, к шаурме, к мясу, вообще ко всему. Ну, кроме супов. Вот. И сегодня я вам хочу показать свой салат, который я делаю. И вместе с вами его съем. Покажу, как я с тхиной ем свой салат. В общем, начинаю с того, что я режу овощи. Давайте порежим их вместе и обсудим овощную жизнь овоща. То есть меня. Я вам просто покажу, как я готовлю салат. Начинаю я с капусты. Начинать можно со всего, что угодно. Я это делаю в перчатке. Потому что, ну, салат я ем сам. Я не знаю, мама его ест или нет. Мама прекрасно знает, как я его готовлю. И она знает, что я готовлю его для себя, чтобы похудеть. И я готовлю в перчатке, потому что я люблю, когда я нарежу, нарезаю себе капусту, помидоры или что-то, я люблю пожумкать. Я люблю вот так вот взять, как бы помять. Тогда оно вкуснее, лучше заходит. Это просто рецепт сибиряка, как приготовить салат, чтобы его можно было есть, чтобы он был вкусный. И вот я не могу, как бы, есть обычные вот такие вот куски. Я тогда вообще не понимаю, зачем делать салат, если его не жумкать. Просто ешьте вот так вот, как есть. Но я так есть не могу. Для меня это непрезентабельно. Я люблю пожумкать вот так вот. Тогда он становится мягким, вкусным, сочным. Не знаю, он дает какой-то такой и аромат, и сок выделяет. Я люблю так пожумкать и огурцы, и помидоры, и все, что я готовлю. Лук там. Давайте порежем. Я просто режу салат. Я учусь готовить. Еще мне мама показала очень классный рецепт, как приготовить вкусный овощной суп. Я хочу вам тоже его показать потом в следующем видео. Очень вкусный овощной суп. Он, правда, выглядит не очень красиво. Сейчас я вам просто его покажу. Вот так вот он выглядит. Вот видите, овощной суп. Но он капец какой ароматный. Он капец какой вкусный. Если у вас есть сын или дочь, которые не переваривают овощи, вот этот вот суп, который мне мама научила мне готовить, а потом вам покажу, как он готовится. Это просто, это объедение просто сумасшедшее. Все это только из настоящих овощей. И единственное, что в суп мы добавляем один пакетик такого супчика грибного. Можно добавить томатный супчик, можно грибной. Это уже потом. То есть для аромата, для вкуса получается просто превосходно. Это гораздо лучше, чем есть мучное там и всякие другие неполезные штуки. И, конечно, так как у меня организм требует мяса, мне часто хочется съесть там шницель, мясо, кебабы. Иногда, да, я все-таки, я только-только начал заниматься спортом, и я надеюсь на результат. Но мне очень трудно себя сдерживать. Когда ты начинаешь худеть, и ты, когда соблюдаешь диету, организм всегда идет против тебя. Я никогда в жизни особо колу не любил. Кока-колу. Ну, не знаю, блевотный напиток на самом деле от Кока-колы. Но когда я начал сидеть на одних салатах, когда стал соблюдать диету, у меня организм просто завыл. Я просто сижу, смотрю YouTube, играю что-нибудь, фильм смотрю. Я просто слышу, как мой организм требует Кока-колу. Я просто вот сижу и такой, я хочу колу. Вот просто хочу и все. Мой организм начинает мне в мозг впрыскивать воспоминания. Какая вкусная Кока-кола. И я просто сижу и такой, блин, почему я так сильно хочу колу? Я никогда в жизни ее особо-то и не любил. Но организм просто начинает требовать всякие такие неполезные продукты. Я не знаю почему, но организм всегда идет против нас. Когда я бросил курить, уже прошло два года. Мне до сих пор снится, мне мозг до сих пор показывает в снах, как я снова закурил, как это вкусно, как это сладко. Даже спустя два года организм требует верни, блин, курение. Это просто страшная вещь. Тут, смотрите, сколько капусты получилось. Я сейчас немножко это отложу на другой раз. Надо место освободить для того, чтобы сюда еще помидорки порезать. Хотя, я не знаю, мне от вас скрывать нечего. У меня есть просто здесь пакет с капустой. Тут понаставлено столько всего. Давайте я уберу тут половину. Тхину, потом я покажу, как я с ней ем. Тут именно тарелочка, с которой я кушаю. Извините за беспорядок. Добро пожаловать в мою хату. И я просто сюда хочу высыпать остатки капусты. Пакет, в принципе, чистый. Вот, и пожумкать еще полезно для того, чтобы освободить место. Как бы она капуста и вообще овощи, они воздушные. Если вот так вот помять, то освобождается много места. Так вот помять, хорошенько помять. Это кроме меня никто не будет есть. Когда вы готовите, вы тоже готовьте. Как бы на себя или показывайте кому-то. Мне очень понравилось сейчас готовить. Я учусь. Это на будущее мне очень пригодится. Вот так вот можно понять, чтобы просто освободить место. Теперь я сюда люблю сверху порезать помидорчики. Такие вот у нас вот красивые. Можно использовать большие помидоры. Но мы с мамой полюбили вот такие вот маленькие. Они очень вкусные. Они намного слаще, вкуснее, чем обычный помидор. Обычный большой помидор в меня не влазит. Ну, он невкусный. Ну, какой-то он не такой. Вот такие вот помидорки, которые называются шерри или черри. Они капец какие вкусные. И вот давайте порежем. Я все пытаюсь как-то поставить по-другому, чтобы было удобно снимать. Кухонка у нас маленькая, вы сами видели. Такие вот маленькие помидорки. Я их режу вот так вот. Блин, плохо видно. Просто сюда вот наискосок. Переворачиваю и еще раз наискосок. Получается четыре части. И вот эти вот четыре части я просто вот так вот складываю их сюда. Потом, когда будет много помидоров, я их пожумкаю. Потому что они вот воздушные. Видите, какие они занимают много места. И продолжаем таким вот макаром. Не знаю, что за слово такое. Я слишком много смотрю русский YouTube. И знаю слова, которые я вообще не понимаю, что они означают. С каким, блин, макаром? Я знаю, есть пистолет макаров. Есть блогер Евгений Макаров. Такие вот штучки. А вы какие любите салаты, ребят? Напишите, поделитесь опытом, рецептами. Худели ли вы когда-нибудь? Если вы худели, если у вас получается реально худеть, напишите, пожалуйста, как вы это делаете. Мне это очень пригодится, потому что... Ой, чуть не порезался. Я очень нервничаю, ребят. Простите, пожалуйста, у меня. Вот, я пытаюсь худеть. У меня никогда не получалось толком нормально худеть. Я всегда срывался, потому что организм просто сумасшедший. Он требует невозможное. Почему организм всегда идет против человека? Почему тело не хочет худеть? Неужели нас природа специально создала такими толстенькими, такими вкусными, с такой розовой попкой красивой, чтобы мы кормили природу? Представляете, если люди и динозавры жили в одно время, то люди были просто идеальным кормом для динозавров. Вы только представьте, почему они на нас охотились, почему они нас хотели съесть. Да и люди сами по себе очень странные существа, которые вообще не способны выжить в дикой природе. Когда рождается маленький малыш, он начинает громко плакать, человеческий малыш, тем самым привлекая хищников. А в человеческих детях говорят очень много полезных ресурсов. Там стволовые клетки, там омолаживание, там ген бессмертности. То есть там многое из всего. И мы сами по себе такие вот аппетитные, что даже если человек умрет, то это идеальный, идеальная такая штука для земли. Я помню, говорили, когда немцы сжигали евреев, да, вот убивали, вот все знают, что были такие времена, то они распыляли прах людей по земле, как удобрение. Вот человеческое тело это как идеальное удобрение для земли. То есть мы люди, как будто нас природа создала для того, чтобы мы были просто идеальным кормом для земли, для животных. Нет ни одного животного, которое бы так подставляло свое поселение. Люди вонючие, то есть вообще не приспособленные. Животное вот сходило по большому в туалет, смотришь под хвост, а оно чистое. Спрашиваешь, как? А человеку нужно подтираться. Человек вонючий, привлекает животных, насекомых, комаров. Это идеальный корм вообще для всей экосистемы. И поэтому, когда я не верил еще в Бога, я был уверен в своей этой теории, которую я реально сам вот до этого почему-то додумался. Видимо, потому что я не особо понимал свою жизнь. Итак, вот этого хватит, в принципе. Теперь можно просто пожумкать вот так вот. Потому что они воздушные, помидорки. И вот так вот если пожумкать, то оно освобождает место для еще чего-нибудь вкусненького. А, фига, тут даже брызгать в меня вон попадает. В общем, и само человеческое тело, да, вот оно против нас. Как бы наоборот, ведь надо стремиться к красивому телу, к сильному телу. Но наш организм, наоборот, стремится к полноте своего существования на этой земле. Так, теперь ополоснул перчатку сейчас. Так, теперь у нас тут капуста и помидорки. Давайте теперь добавим сюда огурец. В итоге я для себя осознал, что у нас все-таки есть Создатель. Кто, как бы, принимает Бога, он считает, что у нас есть Бог. Ну, я тоже так считаю, потому что я уверовал, я абсолютно уверен, что у нас есть Создатель, у нас есть Творец. Есть кто-то, кто за нами наблюдает. Кто это, я не знаю. Я думаю, что в будущем, пройдет еще 100 лет, 200 лет, то люди изобретут новую веру. Скорее всего, она будет абсолютно официальной. Это матрица. То есть люди будут уверены, что мы живем в компьютерной игре. Потому что людям проще поверить в ересь, чем в Бога, даже если у них концепция абсолютно одинаковая. И тем людям, которым сложно поверить в Бога, который сидит на небесах и допускает всякие страдания, то людям будет проще просто поверить в то, что мы живем в матрице, и у нас Создатель-программист. И мы все живем в игре. Потому что все к этому идет, что это абсолютно станет новой концепцией, новой религии. Теперь, я обычно добавляю всегда только один огурец. Я больше одного огурца съесть не могу. Теперь давайте возьмем зеленый лучок. Он с двух сторон открыт почему-то. Давайте его как-то раскроем. Ой. И порежем. Возьмем где-то вот так вот. А это на потом. Я это сполосну сейчас. Я рад, что я все-таки поверил именно в Бога, потому что... Сама концепция Создателя изначально была такой, чтобы верить в Творца, как описано в Библии. Это как бы истина. Это источник того, где говорится, что у нас есть Создатель, Творец. Просто в будущем люди могут подумать, что они настолько умные стали, что они теперь интерпретируют Библию по-новому, по-своему. Что, типа, люди прошлого просто не могли осознать того, что мы живем в компьютерной игре. Они считают, что людям прошлого было проще понять просто божественность Создателя. Только потому, что они просто не могли осознать, что такое компьютерная игра. Ну, теперь-то мы об этом знаем. Но если вы готовы поверить Создателя, вы держите в голове, что просто наш мир не так прост. Создатель у нас есть. И лучше все-таки верить в источник из Библии, а не придумывать как бы компьютерную игру. В этот момент я вот люблю добавить теперь соль и перец. Хотя это еще салат незаконченный. Я его люблю добавить и размешать, чтобы он уже начинал настаиваться. Я, конечно, чтобы у меня салат было проще есть, я вот так вот столько соли примерно кладу, чтобы был он солененький. Но много слишком соли не надо, потому что сама тхина, с которой мы будем кушать, она сама по себе тоже солененькая. А в ней уже есть соль. Поэтому пересаливать не стоит. Хотя знаю, что с солью, конечно, вкуснее. Теперь, когда я насыпал, давайте ее пожумкаем, размешаем вот так вот. Вываливается, правда, немного. Вот так вот. Пожумкаем, так вот смешаем со всем, что мы нарезали. И когда вот так вот пожумкаешь салат вместе, он становится уже вкуснее. Он как бы молекулы соединяются друг с другом, преобразовывая единый овощ. Такой фруктовый салат, овощной салат, который, ну, когда вот так пожумкаешь, просто он очень вкусным становится. Намного вкуснее, чем просто отдельные овощи друг с другом. Только вот в таком состоянии это считается уже для меня как единое блюдо. Это может падать на пол. Возьму новый нож. Так можно взять просто. Так вот делаю. И когда я готовлю, я погружаюсь, как вы поняли, в такую вот мантру. Я погружаюсь в размышления. Мне это помогает думать, размышлять, искать истину в своей голове. И задаваться вопросами. А почему так, а не иначе? Сюда теперь нужно добавить обязательно лук. И в конце чеснок. У меня есть болгарский перчик, но я чувствую, что он сюда уже, наверное, не войдет. Поэтому оставим его просто на другой раз. Какие вы овощи вообще любите? Из всех, что вы пробовали. Интересно, существуют ли экзотические овощи? Я на своем канале уже обозревал экзотические фрукты. Но только сейчас вместе с вами я подумал. А что есть ли? Существуют еще экзотические овощи. Что это может быть? Надо загуглить. И режем сюда теперь лучок. Раньше тоже я лук просто терпеть не мог. Лук для меня это всегда было страдание. Не знаю почему, но у меня к нему было всегда отвращение. Но теперь почему-то вот мой организм начал перестраиваться с возрастом. Видимо, может быть, потому что я стал есть меньше сладкого или что-то такое. То я теперь стал ощущать, что лук в том числе, он довольно-таки сладкий. Он вкусный. То есть, на мое удивление, лук оказывается не такой противный, как я раньше о нем думал. И просто, когда лук, когда режешь, он разваливается на части. Я его вот так вот как бы режу. Те дольки, которые длинными еще остались, дорезаю и просто скидываю сюда. Лук тоже он воздушный. И когда его пожумкаешь, он уменьшается в размерах и освобождает место еще для чего-нибудь в контейнере. И когда я готовлю или когда посуду мою, я маме стал говорить. Говорю, мам, раньше мама всегда все делала. Я просто сидел всю свою жизнь, играл в PlayStation и вообще маму не слушал. Мне было вообще не до этого. Чтобы где-то что-то убраться, помыть, вынести мусор, помыть посуду. Я просто, мне было вообще не до этого. Я к этому вообще не хотел притрагиваться. Но в последнее время все, у меня оргазм стал как-то перестраиваться. Я маме теперь говорю, мам, ты посуду складывай, но сама не мой. Потому что я теперь стал мыть посуду. И мне это помогает. Это тоже какой-то спорт. Я чувствую, что я так становлюсь взрослее, самостоятельнее. Даже если у вас ребенок, дочь, сын, не хотят ничего делать по дому. Вам кажется, что они прожигают свою жизнь впустую. Знаете, придет время, вот просто стукнет в голову, когда ваш ребенок сам захочет сам уже все делать. Быть самостоятельным. Потому что у каждого это свой период взросления. Просто нужно это время перетерпеть, подождать. Тем более, что ваш ребенок, он живет, растет не один. Даже если он замкнут в себе, он ни с кем не общается. Он все равно откуда-то берет информацию. И рано или поздно до него дойдет, как бы через друзей, через знакомых, через видео, через интернет. Через разные другие какие-то источники. До него дойдет информация, что пора помыть посуду. Пора начать готовить. Или влюбиться в кого-то. И попытается что-то как-то делать. Все равно, рано или поздно, это начнет происходить. Просто человек очень долго взрослеет. Животное сразу рождается, становится на ноги. Да, там, может уже ходить в скором будущем. Человеческий детеныш, к сожалению, не такой. И последнее, давайте добавим чеснок. Человеческий детеныш, он очень долго взрослеет. Человеку нужно действительно очень много времени для того, чтобы хоть чему-то научиться. Сколько лет мы, мы до 18 лет вообще как бы ходим в школу. Нас приходится учить 18 лет. Что-то нам вдолблять в голову. И даже после 18 лет, когда он закончил армию и в 20 лет вернулся домой. Он садится дома и такой. А кем мне стать в жизни? Кем я останусь? Что мне делать дальше? То есть человек, вот так вот, он может лет 30 прожить и вообще не понимать, что ему делать. Кем ему становиться? Потому что человек, он как будто оторван от вселенной, оторван от всего мира. Даже маленький муравей, когда рождается, бегает там, что-то, да, там, живет свою короткую жизнь. Но даже он понимает, зачем он нужен. Он понимает свое дело. Иногда я думаю, как хорошо быть запрограммированным маленьким муравьем. Ты живешь не зря. Ты знаешь, для чего ты рожден. Ты не проживаешь впустую ни одного дня. Ты запрограммированный муравей. Любое насекомое, любое животное, оно запрограммировано. В нем уже встроены все навыки выживания, все навыки познания и мира окружающего. Чего бояться? Что кушать? Как выживать? Где рожать? Как воспитывать? Что делать? В них все это заложено. Как будто они часть великой программы. И только человек настолько отстранен вообще от мира всего. Он может всю жизнь прожить и вообще не понять ничего. Человек сам не способен ничего в этом мире. И поэтому, если у вас есть ребенок, который ничего не хочет делать, просто дайте ему время. У нас есть создатель. И мы все входим в его планы. И однажды он каждого из нас призовет к чему-то великому. Итак, вот я почистил. Смотрите, какие огромные просто чесночные головы. И вот тут осталось вот место. Давайте сюда теперь порежем чесночек. И вместе с вами сейчас я посижу и покушаю салат. Вообще, признаюсь честно, я вас отправил всех в прошлое. Дело в том, что этот салат я сегодня возьму на свой стрим, который вы уже все посмотрели. Я на стриме кушал салатик. Я общался с вами. Прямо на улице. И мне нравится, как человечество развивается. Что Господь нам позволяет использовать интернет, стримы, общение. Наш создатель не так суров. Просто ты сам будь нормальным, адекватным человеком. И все будет нормально. Такие вот размышления меня всегда одолевают. Я часто об этом задумываюсь. И поэтому мне тоже сложно общаться было всегда со сверстниками. Знаете, когда я поднимаю подобные темы, мне всегда казалось, что все люди открыты к таким разговорам. Потому что люди же хотят понять истину. Кто мы, откуда мы, куда мы идем и что с нами будет. Нас хоть кто-нибудь ждет. Но оказывается, сверстникам это всегда было неинтересно. Я всегда оставался один в своих размышлениях. А когда я сидел в компаниях, я слушал только приземленные темы. Которые до сих пор мне неинтересны. Может быть, есть блогер, которому эти темы интересны. И он такой, когда готовит салат или еду, он такой. Я вчера посмотрел футбол. А еще я мечтаю сделать дрифт на Феррари. Блин, у той бабы были такие большие буфера, что хотелось их просто отфутболить. Не знаю, такие вот темы. Там футбол, машины, женские груди. Их обсуждают в каждой компании. А мне это всегда было как-то чуждо. Не знаю, вот. Я не хочу сказать, что я какой-то там высокой ценности человек моральной. Но мне правда это всегда было неинтересно. И наоборот, хотелось как-то познать. Я всегда как будто чувствовал, что есть что-то за кадром. Что-то есть за гранью того, что я вижу. Я всегда думал, что каждый это испытывает, это чувство. Но, наверное, большинство людей могут оказаться просто программой, у которой стоит блог. Я не знаю. Я не хочу никого обижать и оскорблять. Но иногда я задумываюсь, а почему люди не задумываются об таких вещах? Наверное, потому что они взрослее меня. Я просто долго созреваю, долго. Я слишком поздно стал взрослеть. А эти детские темы, о них люди думают примерно лет до 10-15. Потом все забивают. А я слишком долго взрослею и долго созреваю. И поэтому эти темы со мной остаются всю жизнь. Как-то так. Вот, я приготовил салат. И когда я его приготовил, не знаю, можно еще немножко вот так вот добавить. И, в принципе, все. Наш салатик готов. Вот так он выглядит. Я его просто обожаю. Я его ем весь день. Пока что я его закрою крышечкой. Вот так вот. Там у нас салатик наш готовенький. Я пока тут хочу прибраться. У нас, ну, я тут пока готовил. Везде, видите, валяются очметки. Раковина. А, чуть не упал. Сейчас чуть не уронил. Хорошо, что он закрыт. Перчатка просто очень скользкая. Вот, видите, сколько тут. Я тут хочу сейчас все прибрать, убрать. Когда будет все чистенько, будем готовы его уже похавать. Давайте положим пока его в холодильник. Вон, уже у меня салат один есть. Но это просто для улицы. Я хочу гулять, ходить. Когда проголодаюсь, его кушать. А это для дома. Так точно такой же салат. Настолько я отфанател. От этих, блин, салатов. Ну, конечно же, вам, блин, интересно, как я буду все это убирать. Во-первых, у нас тут есть... Кто-то положил тарелочку. Не я, не знаю кто, не знаю. Просто вместе с вами подираемся. Пока я готовил всякие отходы, разлетались в разные стороны. Ну, не знаю, мне стало нравится так вот готовить, прибираться. Моя жизнь стала меняться после того, как я начал вести свой блог-канал. Это правда помогает. Мотивирует, типа, общение, знакомство, какое-то движение. Главное, найти себе мотивацию. А там оно уж все попрет, так попрет. Тут в раковине очень много остатков овощей. Я их вот так бумагой просто собираю. Перчатки. Голой рукой, чуть не охота. Такой вот получился видосик. Рано или поздно я останусь жить все равно один самостоятельно. Нужно учиться к самостоятельности. Рад, что Бог, Создатель наш, посылает ко мне именно вас, людей, которые мне помогают, дают советы. Спасибо, что относитесь ко мне с пониманием. И когда я вижу понимание, то, наоборот, хочется еще больше стараться. А когда дико советуют, знаете, типа, там, критикуют, ты такой, да, что ты меня критикуешь, блин? Ну и что, что я толстый? Сейчас еще как-то на 100 килограмм потолстею, вот увидишь. Ну, не знаю, как-то. Всегда вот человеческий организм, мозг устроен таким образом, что если нам что-то вдалбливать, то мы почему-то хотим это делать наоборот. Как будто назло. И самим себе, и другому человеку. Не знаю. Но вы почему-то вот делаете все правильно, красиво, прям четко. Когда я вас читаю, я наполняюсь правильной мотивацией. Не знаю, как у вас это получается. Ощущение, что каждый из вас завершил курсы какого-то я не знаю, грамотного психолога. Я убрался, помылся, переоделся. Салатик у нас уже стал холодненький. Давайте его откроем и поедим. Я ем вот таких вот маленьких тарелочек. Кто видит, всегда удивляются. Типа, ты что, наедаешься? Нет. А вы что, наедайтесь? Шучу. Не, правда. Я у нас на них вот маленьких тарелочек. Они абсолютно маленькие, одноразовые. Покупаю себе. Мне так удобнее. Ну, просто, когда тарелка большая, ты как бы, уже чувствуешь, что вроде бы не лезет. Не хочешь кушать, а все равно впихиваешь в себя. Выбрасывать же жалко. Поэтому я люблю есть маленьких тарелочек. Лучше не доесть, знаете, чем переесть. Накладываю вкусный салат. Он уже дает сок. Там на дне плавает водичка овощная. Вот так вот я накладываю себе. Здесь тут лук у нас, огурчик, помидорчик. И теперь я беру тхину. Я люблю покупать разную тхину. В каждой тхине свой уникальный вкус. Кто-то делает, ну, не знаю, они вот добавляют, может быть, что-то уникальное. Где-то укроп, где-то еще что-то. То есть вкусы до разный. И я просто тащусь, покупаю разные. Такая вот прикольная. Как это? Не знаю, мне нравится. Я кайфую. От тхины я вот так вот ее беру и лью прямо вот сюда сверху вот так вот. И вот такой вот салат я ем. Просто салат без всего я есть не могу. Вот. Просто есть салат пустой, да, вот не могу есть. Но вот тхина, вот это вот помазюка беленькая, она капец, какой вкус она придает вкусный. Ну, поспрашивайте, походите, у вас продают тхину или тахини из семен кунжута, вот ее делают. Вот она очень вкусная, ребят, ну, уже в будущее, как бы, ну, уже пора продавать. Если вы сами сотрудник магазина, ну, завезите людям тахини уже. Да вам самим это понравится. и вот я вот так вот сюда налил тхину, она пропитывает весь салат и теперь можно кушать. Ребят, всем желаю приятного, здорового аппетита. Всем приятного, здорового аппетита. Че не сур. Извините, ребят, просто хорошее настроение, когда, знаете, хочется кушать. Но чтобы еда была полезной, нужно еще сказать очень важные слова перед едой. Надо сказать Аллилуйя, Боже Святый, честь Тебе и хвала. Благослови, пожалуйста, еду, чтобы она всегда была вкусной и полезной. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И приступаем к трапезе. Всем приятного аппетита. Смотрите, тхина полностью пропитала весь салат. И теперь салат намного вкуснее, чем он был бы просто пустой. Это лучшая затравка. А, люди еще любят масло лить сверху. Масло не полезно. Я масло не лью. Да, оно и невкусное. Это оливковое масло, растительное масло. Нет, тхина лучшая заправка. Да, еще многие майонез кладут. там вообще. Не, ничего такого подобного. Только тхина. Это самая вкусная, самая полезная заправка для салата и, в принципе, для любой еды. помидорки. Классно. Помидорки черри. Они не особо вкусные. Мне кажется, я немножко похудел уже, да? В смысле, пока готовил салат. вкусные. Многие вкусные. вы еще не знаете внизу удалили будут имплант ставить мне уже один имплант здесь стоит теперь еще вот здесь поставят там у меня десна без зуба по привычке стал жевать и овощ в десну попал где раньше был зуб будут имплант вкручивать шуруп уже второй раз первый имплант мне ставили за 4000 шекелей а теперь я к нему уже долгое время хожу он не отбеливал зубы беленький я раньше курил были желтые зубы я снимал видео где отбелил зубы и я к нему много ходил он араб в принципе хорошо работает и первый имплант он мне ставил за 4000 шекелей а этот имплант он мне ставит уже за 3000 то есть сделал скидочку в принципе 4000 это тоже не недорого у нас в израиле импланты могут ставить за 6000 более огромные суммы денег имплант хороший поставил слава богу тьфу то есть все пока слава богу хорошо вот такая получилась у вас готовка с нам кодом тут у нас израильский флаг а там в банке у нас живет гриб спасибо ребят всем за внимание просмотр вот мы съели салат приготовили надеюсь вам было интересно пожалуйста ставьте лайки пишите комментарии делитесь вашими мыслями о том салат извините салат зубок застревает надо достать в общем и салат приготовил и покушал и видео снял и гриб показал и посоветовал купить хину в общем такое получилось информативное видео спасибо ребят что вы заходите смотрите огромное вам спасибо правда за поддержку за комментарии за ваши лайки в общем рад дружить идем дальше по жизни дальше будет надеюсь еще много всего интересного крутого и планов еще много дай бог пожалуйста помоги их реализовать вот всем пока с богом счастья любви процветания и всего самого хорошего несмотря ни на что аминь